В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Винновской взрослой поликлинике появилось новое современное цифровое оборудование. Нужно вовремя сделать флюорографию и не допускать больших проблем с легкими. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко встретился с жителями деревни Сапронова. Некритичные вопросы, которые мы уже в процессе беседы сняли. И в ближайшее время тоже ряд вопросов взяли в работу по правилам. В муниципалитете устанавливают и украшают новогодние елки. По городу мы планируем развесить порядка четырех люстр светодиодных высотой три метра на каждом кольце. В Винновской взрослой поликлинике появилось новое долгожданное оборудование. Современные, надежные и безопасные флюорограф и рентгенаппарат, что особенно приятно, произведены в России. Четкое изображение и минимальная лучевая нагрузка на пациента – таковы главные плюсы цифровой флюорографии и рентгена, приходящим на смену устаревшим аналоговым образцам. Именно такое современное безопасное оборудование появилось в Винновской взрослой поликлинике. На четвертом этаже обустроены кабинеты, в которых смогут принимать свыше 120 человек в сутки. У нас сегодня открывается рентген-кабинет, кабинет флюорографии, также цифровой, и планируется открытие рентген-кабинета в стационаре. Сейчас все оборудование низкодозовое, поэтому оно абсолютно безопасно для человека. Оценить новинки в лечебное учреждение приехала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Она подробно расспросила об их характеристиках и принципах работы. Легенду о том, что флюорография вредна и опасна человеку, мы должны с ней как-то покончить. Нужно вовремя сделать флюорографию и не допускать больших проблем с легкими, потому что от этого, как говорит доктор, страдает и все остальное в организме. Да, но выявляется злокачественное образование, изменения воспалительные, поэтому очень важно, туберкулез выявляется. Оператор телеканала «Видное ТВ» Сергей Ларин решил на себе испытать новую технику и сделал флюорографию. Свежих очаговых и инфильтративных изменений не выявлено, единственное, что справа. В четвертом Межиберии вот мелкий кальцинат. Но на данный момент острой патологии нет. Оборудование появилось в учреждении благодаря НАСПроекту здравоохранения по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На ремонт кабинетов и закупку самих аппаратов было потрачено почти 50 миллионов рублей. Ранее подобные появились в амбулаториях поселка Володарского, Развилке и Южной поликлинике в Бутово. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. «Видное ТВ». Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко провел встречу с жителями. Вместе с ним в беседе приняла участие руководитель территориального отдела «Видное» 6 микрорайон Татьяна Лисицына. Деревня Сопронова находится в непосредственной близости от новых жилых комплексов. Но в многоквартирных домах львиную долю бытовых проблем призваны решать управляющие компании. Те, кто имеет собственность в частном секторе, обо всем должны заботиться сами. Подобные встречи, прежде всего, призваны показать гражданам, что они не одни. У нас сегодня в гостях наши жители, мои избиратели с территории деревни Сопронова. Там есть некритичные вопросы, которые мы уже в процессе беседы сняли. И в ближайшее время тоже ряд вопросов взяли в работу по правилам. На встрече с активными жителями деревни Сопронова обсуждалось сразу несколько важных вопросов. Один из них – уборка улиц от снега. Проблема в том, что их часть не находится ни на чьем-либо балансе. Станислав Радченко пообещал, что, несмотря ни на что, убираться проезды будут. Также жители просили рассмотреть возможность ремонта ряда дорог и сооружения остановок. Решен вопрос с помойкой, с очисткой сейчас, с освещением. Вопросов нет уже сейчас, это все отпало. Есть другие вопросы, они решаются. Подобные встречи проводятся на постоянной основе, а контроль за выполнением принятых решений и наказов местных жителей Станислав Радченко осуществляет лично. В историко-культурном центре открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Арт-волна». Экспозиция проходит в рамках фестиваля визуальных и сценических искусств Ленинского городского округа «Лови волну». Подробнее о мероприятии расскажем в нашем следующем сюжете. 111 участников в возрасте от 6 до 84 лет представили свои творческие работы на выставке декоративно-прикладного искусства в историко-культурном центре. Каждым годом становится все больше и больше участников. В этом году Владимир Владимирович Путин объявил год культурного наследия. И вы знаете, поражает масштабность этих мероприятий в России и сколько огромное количество талантливых людей. Экспозиция проходит в рамках фестиваля визуальных и сценических искусств Ленинского городского округа «Лови волну». В ней принимают участие педагоги и учащиеся образовательных учреждений, досуговых центров и творческих объединений муниципалитета. Самое интересное, что они все сделаны своими руками, а руки у этих людей по-настоящему золотые. И поэтому работы получились такие интересные и невероятно красивые. Ольга Рябова, руководитель клуба «Волшебная шкатулочка», принимает участие в конкурсе уже во второй раз. Мастер представила на выставке свою авторскую куклу – сказочная девушка подсолнух с озорными веснушками и копной рыжих волос, напоминающих о солнечном лете. «Это бадуарная кукла, в неё не играют. Лицо у неё слеплено, ручки, ножки. Это, в принципе, не лёгкая работа, сложная работа. У неё всё натуральное платье из натурального хлопка». Разнообразие и красочность экспонатов поражает воображение. Исторические костюмы, авторские куклы, вышивка, витражи, батик, работы в техниках квилинг, бумагопластика, оригами, резьба и роспись по дереву. «Очень трудно выделить вообще кого-либо, потому что техники разные. Жанры, стили, направления – всё разное. Разные возрастные категории, разный уровень какой-то творческий, образовательный. Но все работы для своего возраста и для своего профессионального уровня, они невероятно хорошие, поэтому выбор сделать просто очень сложно». Полюбоваться творчеством талантливых земляков можно до 11 декабря. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 1 декабря на территориях Ленинского городского округа зажгутся огни на десяти высотных ёлках, что располагается в местах массовых народных гуляний. Места дислокации главных новогодних красавиц инспектировала наш корреспондент Галина Житкова. Порядка пяти дней работы потребуется для того, чтобы неприметный металлический конструктор лёгким движением руки превратился в один из главных символов Нового года. 18-метровая красотка возле кинотеатра «Искра» – самая высотная ёлка во всём округе. Монтаж конструкции ведётся уже несколько дней. Впереди ещё новогодние украшения – установка праздничного 10-метрового шатра с протяжённостью гирлянды 2,5 километра. Будет украшено порядка 800 метров гирлянды. На ёлке будут использованы в районе 750 ёлочных шаров. Шары разных диаметров, разных цветов. А вот 12-метровая ёлка возле администрации уже установлена и украшена ранее. 60 игрушек, 90 световых элементов и гирлянда длиной 60 метров – таков поштучный новогодний арсенал яркой динамической конструкции в центре города. 1 декабря зажигается порядка 10 ёлок. Это дрожжино, бутва, развилка, владарка, молокова, «Искра», наша любимая, «Купеленка». Все ёлки практически уже на стадии финишной. Кроме ёлок в городе уже установлены, ещё появятся новогодние элементы праздника. Около пожарной у нас установлены ангелы. Мы планируем добавить большие объёмные люстры. По городу мы планируем развесить порядка 4 люстр светодиодных высотой 3 метра на каждом кольце. Профессиональные помощники Деда Мороза обещают, что праздничное оформление всех городских и сельских территорий будет полностью завершено к 10 декабря. Галина Житкова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова